Всем привет! Привет! Добро пожаловать в Волокнопару! Кайфуем! Сегодня мы с тобой кайфуем! Руку вашу уберите, чтобы кайф был сидит! Кайфовщицы! Ну-ка, давай! Кайфуем! Сегодня мы с тобой кайфуем! Да, кайфовщица! 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 Мы решили её вычесать, и она теперь лежит и кайф. Потому что её всё время рвёт волосами. Вот Даня говорит, что ничего не вычесывается. Ничего не вычесывается, мы просто кайфуем! Мы просто кайфуем! Лапки так раскопылили! Мы просто кайфовщицы, да? Кайфовщицы такие! Ну, где наше... Где наше... Вот это самое кайфовое место? А на попе, где у неё больше всего штанов? Вот это самое кайфовое место! Да, это кайфовое место! Это и без ракетских хорошо получается! Да, 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 да. Вот так вот, кайфовое место! Ну, ну, давай, давай! Вот такое кайфовое место! Вот-вот-вот! Кайфовое такое место, да? Вот! Кайфовщица ты моя! Попа-то, попа-то! Попа мы без вас накайфуем! Да? Ладно, как хотите! Несмотря на то, что у нас был спа-день, на котором проводились различные процедуры для лица, я просто чувствую, какое у меня уставшее лицо, какая у меня уставшая кожа, потому что спим очень мало. Мы сегодня вот первый день, поспали где-то в районе 8,5 часов, и я чувствую себя разбитой, и кожа, конечно, в связи со всякими гуляниями по ресторанам, она, конечно, очень-очень сильно испортилась и ждёт обновления. Поэтому я сейчас сделаю несколько процедур. Первая процедура, которую я сделала, это вот такой гаммаж. Называется он Фитогаммаж Марин от Академии. В это время у меня на кожу вокруг глаз нанесена вот такая маска для глаз от Клоранс. Маска-контур для глаз. Её нужно держать где-то примерно от 5 до 10 минут, поэтому я в это время вот как раз делала процедуру отшелушивания. Потом я водным диском провела очищение с помощью мицеллярной воды Гарнье. И вот сейчас, через 5 минут, буду снимать эту маску и наносить что-нибудь ещё. В это время у меня работает посудомоечная машина, так как у меня здесь комплексы, помещения, здесь и кухня, и стиральная машина стоит, и посудомоечная машина стоит, и ванна, в общем, всё вместе. Когда я собирала косметику из нижней ванны, я, конечно, разобрала и корзинку с масками, и оказалось, что не так уж много у нас масочек осталось. Ну, что-то я выбрасывала, потому что срок годности прошу. Вот это просто, это даже не маска, а просто такие средства, спонжики всякие. Это был фонж, коньяк, конжак, как по-разному произносятся, от Элифлейн. Это штучка для мытья кисточек. Ну, и вот остались патчи от Ланком и ШЖД в одну коробочку сложила. Ну, в общем, вот половина здесь занимает, это мои маски питательные, и маска на вызов, это Элифлейн, а всё остальное у нас с тобой заканчивается. Мало осталось. Да, мы обязательно этим займемся. Вот Элифлейн сушат очень у нас. Я эту не использую, потому что я её для себя, для жирной кожи купила. Да, она для супер жирной кожи, даже не для моей, то есть очень только после канати. Я больше её брать не буду. А какую я хочу взять ещё? Ну, посмотрим потом. Сейчас я нанесла тканевую маску Элифлейн Новый Эйдж. Она будет держаться 15 минут. Часто задаёт вопрос, что мы едим в свободное от дня рождения время. Вот сейчас 18.00. И у нас такой ранний ужин, в который обязательно входят углеводы в виде какой-то крупы. В данном случае это гречка, овощи и курочка. Но у меня в лесе салаты. Салаты можно есть безгранично много. То есть нет никаких ограничений. Аня просто салат есть не может, поэтому у неё тарелка как бы поменьше выглядит. Ну и большие тарелки сейчас моются в посудомоечной машине. Поэтому как бы кажется, что очень-очень много. Но на самом деле это положенная нам порция. Приятного аппетита всем! Мы поели, и я продолжаю свои СПА-процедуры. В общем, выбирала-выбирала маски. И в итоге продолжаю наносить Эрифлеймовский. Вот такую увлажняющую масочку сейчас нанесла. Это маска-гель. Её когда открываешь, ну она такая, знаете, как желе и прозрачная. Очень вкусно пахнет огурчиками. И наношу вот эти все маски таким шпателем. Он тоже из Эрифлейм. Очень удобный. Раньше у нас была кисточка. Она тоже, в принципе, удобная. Но кисточка очень быстро выходит из строя, если ею часто пользоваться. А шпатель, благодаря ему, гораздо меньше теряется. Ещё меньше, чем в кисточке теряются маски. Ну а когда руками наносишь, очень много потерь, я считаю. Хотя Аня продолжает наносить руками. И последняя маска, которую я нанесла, это тоже маска из Эрифлейм. Тонизирующая маска. Сияющая кожа. Она очень-очень приятная. И вообще, почему я ещё маски сегодня стала наносить? Потому что, когда мы были в Спасалоне, там работали с какой-то итальянской косметикой. Маски, кремы наносили. И, вы знаете, вот я прям почувствовала, что у меня опять кожа вся стянутая. А не понравилась эта косметика, а мне нет. Но так как мы уже очень торопились в ресторан, у нас был забронирован столик, я просто сняла те кремы, ту косметику, и нанесла просто свои кремы. Но всё равно я вот прям чувствую, что у меня не восстановлена кожа. Вот видите, кому как, какая косметика подходит. Не стала я ночью загружать видео. У меня вырубился интернет. Но и сейчас, как вы видите, очень-очень-очень тяжело всё грузится. То есть уже 2 часа грузится, 52 процента. И ещё 1 час 40 он собирается всё это грузить. Печалька. И сейчас 22 минуты 10. И у нас вот такой ужин. Это Анина порция помидора, огурцы и шницель куриный. У меня капустно-огурично-помидорный салат. Аня капусту не ест, ей от неё не очень хорошо. И также шницель куриный. Приятного аппетита! Чудно работает вот этот таймер. Прошло 2,5 часа. И осталось ещё 32 минуты. Где они? Вот они. Конец света. Та-дам! У нас 15 тысяч подписчиков! Спасибо вам, что вы с нами! И 15 тысяч нам спасибо. И всем, кто до 15 тысяч подписался, всем огромное спасибо, что вы приходите, подписывайтесь, смотрите наши видео. И если вы просто смотрите наши видео, но не подписаны, то тоже подписывайтесь. Потому что мы же ежедневно выкладываем видео не всегда в 7.00, но мы очень стараемся. 99% времени это происходит ежедневно в 7.00 по московскому времени. У нас форма одежды серая. У нас форма одежды серая. Сколько? 50 оттенков? 50 оттенков серого. В моём шкафу 50 оттенков серого точно. У нас... В общем, мы вчерашний день как украли. Да, да, да. Причём мы ещё обсуждали, когда поехать на теплоходе в среду или во вторник. Просто на среду 29 градусов обещали. Я думала, что всё-таки по реке чем жарче будет, тем лучше кататься. Но вот эти две девчонки, они меня убедили во вторник плыть. Конечно, сегодня... Я не знаю, меня что-то торкнуло. Уже мы всё начали договариваться с Дашей на среду. А потом меня что-то торкнуло. Говорят, давай завтра. И было классно. В общем, сегодня... Ну, сначала было около 28, что ли, градусов, но облачно. Облачно. А потом какой дождь ливанул. Гроза такая. В Инстаграме... Ураган. Все аккаунты, посвящённые Москве, были заполнены фотографиями, как было написано, в Москве ад. Я так поняла, что где-то даже у кого-то град был. Да, но самое интересное, что в комментариях писали, в каких-то районах вообще ничего не было, в каких-то град, ливень, там, как всегда, лужи страшные. Да, в общем, море просто разливанное. Нет, у нас просто был дождь. У нас гроза была сильная. У нас кошка боится... Собака не боится? А кошка боится грозы. Мяу-мяу-мяу. И Каньки сразу прийдула. Собася не боится грозы, она боится фейерверков. Она так, её начинает трясти. А эта боится грозы, грома, молний. Вот. Да. Потом всё успокоилось и стало прохладно. И теперь больше уже, конечно, такой жары не будет вообще. Но мы замечательно просто вчера украли этот день. Да, да. Но мы вчера очень хорошо... Аня, правда, немножко замёрзла на корабле. Мы ей, конечно, предлагали спуститься вниз, но... Ну, не очень... Знаете, как они предлагали? Ну что, спустимся вниз? Я говорю, да, давайте спустимся. Даша, ты хочешь спускаться вниз? Нет. Я тоже не хочу спускаться вниз. Даша, ты замёрзла? Нет. Ты хочешь спускаться вниз? Нет. Я тоже не хочу спускаться вниз. Всё. Больше у нас же демократия. Большинство установили, что мы, оказывается, не спускаемся вниз. Не, ну что там внизу-то делать? Внизу зимой можно кататься. В общем, всё вчера было очень-очень хорошо, прям, замечательно. Ну вот, а сегодня уже всё, наверное... Нет, ну будет ещё там 23, 24, 25, 26, но 29 уже, конечно, не будет. И всё равно уже, знаете, такая... Даже вчера уже такой, знаете, воздух немножко осенью веет, уже такой прохладный. Ну, уже август. Всё. Да. Уже всё. Август. Уже можно все сарафанчики прятать потихоньку. Майки ещё, ну, футболки ещё можно оставлять. Но сарафанчики же можно прятать. Да. Вот и лето прошло. Словно и не бывало. Ну что, если ещё готов будет плетать? Да ладно. Точно? Не как в прошлом году. А я что-то хотела сказать. А я прочитала Ваши комментарии, наконец-то! Ой, супер просто! У меня голова прям закружилась от всех поздравлений маме. Я-то читала в течение нескольких дней всё это. А я залпом. Угу. Это просто головокружительно. Спасибо большое за всем тёплые слова в адрес мамы. Спасибо. Очень приятно. Спасибо, 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 спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Вот, я в этот раз вот что хотела сказать. Я сейчас отредактирую видео, загружу его, потому что ночью, я ещё почему вечером и ночью всё теперь редактирую, загружаю? Да, потому что ночью видео грузится где-то за, там, ну, максимум 2 часа. Если повезёт, оно короткое, сейчас я как раз к этому вернусь, короткое, когда видео, ну, там, по 10-12 минут, оно может и за час где-то загрузиться, это ночью. А днём видео грузится вот сегодня, оно 5, ну, мне вообще показалось, что 6 часов, но на самом деле более реалистично 5 часов грузилось. Вы видели, это было не очень долгое видео, не 20, не 25 минут, а там, я не помню, минут 12, что ли, тоже минут 12-13, 5 часов. Уже смотрю на этот ноутбук и думаю, ну, ты вообще работаешь или как? Ну, он очень старался, он прям шипел, фурчал, но всё равно никак. Потому что очень много пользователей йоты, видимо, приезжает к нам в район, ближе к вечеру, днём, и все перетягивают на себя интернет. Вот, так что я больше, ну, постараюсь больше таких вот вещей не допускать. Ну, стараюсь, стараюсь. Стараюсь. Вот. Ну, что? Что в том? Мы обязательно увидимся завтра. Точно? Ну, надеюсь. Ой, напишите, пожалуйста, вы вычесываете своих кошариков, кошкинов? Или, ну, как бы... Они чесала, чесала, что-то так мало шерсти. Они не вычесала. А кошка облизывается. Она у нас же не длинная, не сильно длинно шерстная. Из неё стук шерсти вываливается. Да, пишите, пожалуйста, особенно у кого, ну, все, конечно же, особенно у кого не такая прям, не персы, и не, как они, британцы, и не шиншиллы. Вот. Ждём от вас комментариев. Или вы сторонники природных вот этих явлений, когда, ну, все же говорят, очень многие говорят, что это же нормально, когда кошку рвёт шерстью. Ну, я не знаю. Пишите, будем ждать. И мама сегодня весь влог у нас сняла. Почему? Вот сидим вместе, рассказываем. Ну, рассказала вам про масочки. Снова ждём от вас. Мне кажется, лучше стало мордочки. Я прям по коже чувствую. Ждём от вас рекомендации. Кто-то отзывы дал на патчи, ну, вот, которыми мы корейскими пользовались. Ой, деточка. Да, серию Миша я читала в комментариях. Вот, так что ждём от вас ещё и отзывов, и рекомендации, что нам нужно попробовать. На некоторые вещи мы смотрим, которые вы рекомендовали, и некоторые вещи мы ещё... У нас есть списки. Чёрные, белые. А мы с вами обязательно увидимся завтра. Обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. Желаю вам доброго утра. Счастливого дня. С такой ночи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok